Я готовился, это так загорелось, и потом, потом, а Дух Святой повел меня, и я читал 6 глава, вернемся, 6 глава Матфея, к молитве, мы говорили, что да, будет воля Твоя, как на небе, так и на земле, и я прочитаю вам дальше. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день. И 12 стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Знаешь, я готовил проповедь, и я спрашивал от всего сердца, Господи, как, как на самом деле этому человеку помочь выйти из долга, у которого миллиард. Господи, я так хочу, такой хороший парень. Он так искренне пришел к Господу. И вот жена ходит в церковь. Это такое чудо. И да, что они ходят в церковь, но это чудо, потому что они попали в долги. Если бы он не попал в долги, он бы не ходил. Если бы у него были... Но как помочь выйти? И это была моя молитва. И тогда я как бы чувствовал в своем духе, знаешь, Бог двигался в этом. И он говорит, я читал Матфея 6 главу и 12 стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это знаешь, а на вот этом месте, когда я начал читать, и Дух Божий начал говорить ко мне, и у меня пропал схом. И я эту ночь не спал. Но зато в воскресенье я очень хорошо проповедовал потом. А потому что был нюанс. Это так, как взорвалось. Но ведь смотри, первый аспект, путь. И как получить прощение? Тут написано, и прости нам долги наши, как и мы прощаем. И вдруг такой вопрос пришел ко мне. Он спросил меня, а ты прощаешь? Первый он спросил с меня, он начал с меня, а ты просил когда-то кого-то? И я говорю, я там простил. А у меня как раз было два. Два аспекта. Один в церкви и один лично. Так случилось, что я даже не занимал, но один человек пришел, такой хороший человек, очень интеллигентный человек, такой близкий к нам, пришел и попросил на несколько дней где-то найти 20 тысяч долларов. У нас не было. Я просто попросил свой администратора, говорю, может ты знаешь кого-то? И мой администратор такой быстрый был и нашел. Буквально в другой раз, это невозможно, но он нашел за день, за два нашел 20 тысяч долларов и дал тому человеку. И те, которые заняли, они сказали, если вы ручаетесь за него, люди говорят, ненавидьте ручательство. И я всегда всем проповедовал, никогда ни за кого, и говорил, не ручайтесь. И тут я чувствовал в своем духе, что не надо, и как-то была такая ситуация. Я сказал, ну хорошо, я даже не думал, что тут может не отдать. И тот, кому заняли эти 20 тысяч долларов, вдруг пропал. И у того, которого заняли, он пришел к нам и сказал, вы поручили за него, давайте 20 тысяч. И потом там, знаешь, как это у нас есть, всякие счетчики, там отекало уже 24. И я чувствовал, они сказали, ну ты же дал свое имя. Ты знаешь, такой вопрос был для меня, вау. Я дал свое имя, я мог сказать до свидания. Я пошел к начальнику милиции, милиционер говорит, скажи им до свидания. И я подумал, ну как до свидания, там мое слово. Вдруг я нашел, что мое слово на сегодняшний день стоит 24 тысячи долларов. Я сказал, отдать. И мы где-то нашли, отдали. Я пошел к жене, поговорил. И это стоило, моя четырехкомнатная квартира, стоило моего слова. Вот такое у меня слово, четырехкомнатная квартира. И мы отдали это, загасили за него. Но остался тот должник, который должен мне. Я пошел к милиционерам, лейтенант сказал, он где-то в бегах, но мы найдем. И они искали его. И мы разговаривали, мы должны были дать в суд бумагу, его нашли где-то. Говорит, у нас нету заявления. Напиши заявление, мы его словом привезем, мы найдем. Он вам отдаст. И представляешь, тут только в понедельник мы должны идти писать заявление в субботу. Бог говорит, смотри. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должники, должникам нашим. Я сказал, Бог, что ты хочешь этим сказать? Причем тут я? Я готовлю проповедь для того парня. Я говорю вам, это так интересно, когда Бог приходит, я ночь не мог спать. Занастал ночью, говорит, что такое? Я говорю, тему получаю. Я говорю, подожди, ты ее слышишь? Она услышала. И знаешь, в конце концов, мне надоело, говорю, Бог, что ты хочешь? И знаешь, так я сказал, а почему бы, говорит, тебе его не простить? Я говорю, ты что хочешь меня? Александра Матросова сделает. Да, это русский фольклор. Настоящий русский фольклор. Ну зачем так на танк кидать? Я рассчитывал, Господи, ты что? И так, знаешь, там место звучало. И прощайте должникам нашим. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам. Вау. Слушай, хорошо, за тысячу долларов простить кому-то, ну нормально. Ну 24. Это еще было не все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.